Международный турнир Первый раз, да, я так понимаю, что в Крыму нет? Ну вот об этом давайте поговорим подробнее Значит, турнир, знаете, уже стал традицией Мы его, как бы, может быть, даже не задумывались Планировать его каждый год, не планировать А как-то так само собой случилось Что прошел он в такой непосредственно непринужденной обстановке Были представители практически всех национальных меньшинств Ну не всех там 140 с лишним Но основные представители национальных меньшинств Конечно же приняли участие Там больше, более 30 общин Причем все были в национальных костюмах Что интересно Конечно, фото на памяти и так далее Была жеребьевка То есть все по-честному И хоть и турнир носит, скажем так, несколько неофициальный характер Но тем не менее прошел очень азартно В живой атмосфере непринужденной, как я и сказал Затем, естественно, было праздничное чаепитие, награждение Вот Всегда мы делаем где-то на полчаса, минут на 40 Маленький импровизированный концерт Причем в концерте участвуют не только взрослые, но и дети Потому что мы передаем все те культурные достижения Наработки, которые у нас есть будущему поколению Иначе, чтобы не закончилось это развитие Поэтому сегодня также будет турнир проходить в 15 часов начала в библиотеке Франко Начнется, естественно, с жеребьевки С регистрации участников Хотя предварительная регистрация уже есть Как я уже сказал выше Все представители, участники турнира будут в национальных костюмах Ну и я думаю, что часа за полтора-два мы проведем турнир Объявим победителей Естественно, в том же формате концертик Ну и непосредственно общение участников турнира между собой Это тоже очень многого значит Петр Семенович, вы сказали, что турнир начнется сегодня в 15.00 Наверняка многие из наших зрителей захотели тоже принять участие И вот сейчас им интересно Все-таки можно прийти непосредственно туда, заранее не проходя никакую регистрацию Либо уже это нельзя сделать Дело в том, что есть участники турнира Это не значит, что не будет гостей турнира Может прийти любой Понимаете, это шахматный турнир Это как одно из составляющих мероприятия Которое мы сегодня празднуем Это 142-я годовщина окончания русско-турецкой войны И как ее результат освобождение Болгарии День независимости Болгарии Сегодня в Болгарии тоже будут огромные, очень большие празднования Повсеместно, конечно Президент страны Радев поднимется на По-болгарски вверх, на вершину На Шибкинском перевале находится памятник Именно посвященный вот этой дате А что еще предусмотрено к этой дате, кроме шахматных турниров? Значит, пока идет сам турнир У нас обычно присутствует очень много ученых, историков Этнографы, которые занимаются вопросами болгаристики в том числе Причем историки не только ученые, не только болгарские Это и наши крымские, это и представители других этносов Потому что у нас очень многие занимаются историей И это неудивительно Крым настолько многонационален, что здесь свой след оставили все нации в прошлом Поэтому в этом и наша сила И на гербе поэтому так и написано, что наше процветание в единстве Ну, сила наша, я еще и понимаю, в том, что какой бы ни был национальности человек В шахматы он так или иначе играть любит Ну, это одна из древнейших игр в мире И настолько более интеллектуальные игры, требующие всесторонней подготовки Это и психика, и нервы Это, естественно, и интеллект, и знание самой игры, ее основ, азов Поэтому, значит, главным судьей турнира будет Гроссмейстер международного класса Юрий Айропетян То есть, как бы, не то, что там кружок собрался какой-то Все будет как положено по правилам Но я так понимаю, это событие И гости могут быть, конечно же, гости будут присутствовать Пока будет идти сам турнир, чтобы гости не скучали Вот и предусмотрены такие, скажем, как небольшие круглые столы Значит, что касается истории археологии В том числе истории крымских войн Истории балканских войн Русско-турецких войн Конечно же, это все будет обсуждаться Будет вспоминаться, как оно было Значит, будут просматриваться видеоматериалы, фотоматериалы Посвященные русско-турецкой войне То есть, это еще и некая лекция, во время которой можно вот так много нового Да, это целый комплекс мероприятий, собранных воедино Не то, что собрались просто в шахматы поиграть и все И затем, естественно, каждый раз мы делаем, как завершение вечера этого Делаем небольшой праздничный концерт в 30-40 минут Петр Семенович, огромное вам спасибо за такую информацию Я вот вижу по глазам своей коллеги Оля, наверное, как вам сегодня придет Да, мы приглашаем искренне всех желающих принять участие Поболеть, если мы будем рады видеть и представителей других этносов Чтобы поболели за своих участников турнира Будет очень теплая, дружественная атмосфера Как всегда, по сути Мы друг к другу ходим в гости Все этносы Приглашаем друг друга на мероприятия Я уверен, даже не как всегда будет Будет даже чуточку лучше Но нашим телезрителям хочу напомнить, что Это утро вместе с нами встретил Петр Петков Заместитель председателя Крымской, Болгарской и Национальной культурной автономии Ну а наш эфир продолжается И прямо сейчас посмотрим подборку видео из интернета Которые приготовили для вас наши корреспонденты